всем привет сегодня покажу вам как можно сделать вот такие вот цветочки я их вынесла на солнце показать их поближе называются они рудбейки не знаю может быть у них есть другое более выговариваемое название я его пока не нашла в общем желаю вам приятного просмотра сначала относительно бисера он должен быть желтый либо оранжевый такой уходить в оранжевый оттенок можете взять блестящий можете взять перламутровый немного осталось и можете взять он называется матовый но это вот он такой он все равно еще немножко дает блеск я возьму как раз вот такой бисер также мне потребуется черный и зеленый там уже выбор не особо такой большой относительно материалов и их совсем немного и я буду говорить о них в ходе действия значит так берем черный бисер набираем его на проволоку черный бисер классический такой вот у меня всегда проволока 0,3 мм остальное можете взять черную какую найдете значит я набираю бисер на проволоку отмеряю одну бисерину захватываю так вот кусочек в руки проволочки сколько тут сантиметров 10 наверное разрезаю и теперь к этому кусочку примерно на середине привязываю проволочки вот просто соединяю их битками вот так все теперь у нас вот это будет ось это рабочая проволока на оси одна бисерина теперь вокруг оси делаем круги круги должны быть круглые не заостренные это примерно 3 бисерины вот так вот делаю одну дугу оборачиваю вокруг оси и еще одну дугу тут тоже уходит 3-4 бисерины по разному теперь я эти дуги вот эти вот две стороны выравниваю и загибаю наверх вот таким вот образом они у меня загнуты дальше мне надо сделать еще два ряда вот таких вот дуг но уже не по распрямленным осям а по вот таким вот согнутым для того чтобы серединка была вот видите-ка она выпирает такая вот она бугорком идет вот поэтому мы изгибаем дуги так делаем один оборот выравниваю все тут лучше не торопиться чтобы не скривить серединку один так и сейчас еще один так это мы сделали два ряда видите этот уже ну как начинает формироваться вот этот бугорочек совсем еще слабо заметно но уже есть уже не плоские ряды не лежат в одной плоскости второй вот этот бугорок второй ряд для создания бугорка точно также он чуть чуть шире предыдущего может буквально на 2 бисерины максимум вот так последний виток последний оборот я проволочку завожу не сверху вниз а снизу вверх ну в общем как обычно вы в курсе обрезаю получилась вот такая вот серединка чтобы ее выровнять можно просто взять карандашик ручку что-нибудь такое с круглым верхом и подровнять вот так помочь и вот у нас уже готова такая серединка выпуклая вот такая вот она дальше я вот эти вот проволочки загибаю на серединку и на серединке они у меня должны перекреститься и я соединяю их серединка готова вот так вот она выглядит на камеру делать все не так легко и просто но когда вы можете близко поднести к глазам посмотреть вас должно получиться еще ровнее теперь делаем сами лепестки для лепестков я беру проволоку золотого цвета диаметр 0,3 миллиметра и бисер который я решила выбрать мне также потребуется линеечка вот теперь что я делаю набираю бисер его должно быть три сантиметра ровно три сантиметра весь лишний бисер снимаю теперь вот мне потребуется две последние бисерины одну я оставляю а через предпоследнюю провожу кусочек проволоки и с этой стороны проволоки кусочек это должен остаться около шести семи сантиметров такой не длинный ну вот такой примерно даже больше будет теперь на короткий отрезок я собираю столько проволоки чтобы приложив эту короткую проволоку к длине у нас были одинаковые кусочки так что и тут ну они примерно одинаковые теперь я их соединяю нет все таки одну пожалуй лучше снять лучше одну поставить чуть меньше чем чуть больше тогда ровнее будут лепестки тут я скручиваю длинную такую ножку где-то 4-5 раз вот такая вот она должна быть длинненькая если обычно мы там скручиваем буквально два-три раза то в этом случае надо делать ножки подлиннее теперь я снова набираю на длинную проволочку три сантиметра бисера снова та же самая ситуация две последние работаем с ними одна остается через предпоследнюю я провожу проволоку но уже до конца подвожу ее к вот этому лепестку к первому тут оставляю небольшую такую ну запас для ножки вот мне надо прокрутить тут ножку тут около 3 миллиметров я зажимаю ногтем это расстояние и подтягиваю бисер проволока мягкая это возможно если вы возьмете проволоку потверже наверное это будет не так легко дальше я набираю бисер тут уже можно разгоняться можно уже набирать большое количество бисера там 5-6 сантиметров с запасом на следующий лепесток теперь я их снова соединяю рядышком выравниваю обязательно всегда надо выравнивать смотреть чтобы высота двух вот этих полос была одинаковой иначе будет кривая работа перекручиваем вот получаются две такие длинненькие ножки следующий бисер у меня тут немного не хватило я добираю снова до длины 3 сантиметров на проволочке тут я думаю уже понятно что делать снова последнее предпоследнее работаем только с ними провожу проволоку отмеряю тут запасик для того чтобы можно было скрутить ножку подлиннее подтягиваю проволочку и дальше таким образом делаю лепестки всего у вас из такой длины проволоки должно получиться 6 лепестков и затем я их просто скручиваю вот тут две проволочки вместе оставляю вот такую петельку для того чтобы можно было дальше легко собрать цветок дальше приступим к изготовлению чашелистиков вот тут они спрятались у меня их 6 штучек можно делать 5-6 по желанию значит так я беру проволоку 0,3 миллиметра зеленого цвета 30 сантиметров у меня тут и набираю на нее зеленый бисер у меня блестящий можно подобрать снова же матовый в общем любой эти чашелистики изготовляются точно так же как и сами лепестки только длина их уже не 3 сантиметра а 2 сантиметра можно даже 1,8 я не буду показывать весь процесс потому что я думаю вы понимаете уже сами как это все делается точно такой же принцип единственное что я вам хочу сказать насчет чашелистиков это если у вас если вы захотите сделать большее количество лепестков не 12 как в моем случае потому что мы делаем 6 лепестков и 6 лепестков это две части такие я наверное это забыла сказать в начале говорю сейчас в общем если вы захотите сделать большее количество лепестков проволока такая 0,3 мм она вряд ли выдержит поэтому возьмите лучше проволоку 0,35 0,37 0,4 какая пройдет через бисер и тогда вы сможете при помощи при помощи чашелистиков на толстой проволоке подпереть как бы вот эти лепестки и они у вас не будут разваливаться и таким образом вы сможете сделать цветок намного больше например на сколько там 14, 16, 18 лепестков на сколько захотите и длиннее конечно же тоже это просто один из таких быстреньких примеров пока я могу его показать пользуюсь временем на одном кусочке проволоки вы можете сделать 3 чашелистика 3 таких маленьких листика либо 2 в общем сколько захотите я делаю по 3 и у меня в итоге будет 6 то снова делаю 2 части делаю по частям только для того чтобы дать дополнительную опору цветку чтобы он не разваливался поэтому делю все на 2 части у чашелистиков вот эти ножки тоже должны быть длинненькие примерно как у лепестков вот эти 3 лепестка мы скручиваем вместе и потом будем прикручивать его к цветку две такие части нужны как я уже говорила вы можете сделать их по 2 либо по 3 последнее что мы будем делать это листья листья вот такие вот самым обычным легким способом сделано французская техника острые листья сверху и снизу мы набираем бисер на проволоку я так сейчас покажу каким образом делать для тех кто не знает тем кто знает скажу сколько листьев я сделала и какая их длина отрезаем проволочку вот отмеряю где-то около 2 см делаю это на глаз потому что это не так уж важно листья все разные у цветка соединяем проволочки точно так же как мы делали с черной серединкой просто теперь на основе не одна бисерина а целая куча соединили проволочки теперь я подвожу бисер с длинной проволоки с катушки завожу его вот под низ основы делаю выравниваю конечно же все делаю один оборот и опускаю вниз делаю второй ряд уголочек острый получается тогда когда вы вытягиваете вот эту вот сторону внизу точно так же это будет самый маленький листик на одну пару дуг которые мы расположим сверху скручиваю для надежности еще покрепче как обычно и листик готов смотрите мы будем делать я буду делать разные листья это большие которые пойдут в самый низ потом чуть-чуть помельче и самые маленькие это верхние верхние вы видели на основе около двух сантиметров один оборот те которые на второй ярус у них идет 4 сантиметра основа два оборота и у самых крупных тоже самое 4 сантиметра основа но уже три оборота листья получаются поэтому разные вы можете сделать на ваш букет различное количество листьев различной длины ширины и так далее но мне кажется вот этот вот принцип когда узко вверху и внизу самый подходящий для этих цветов так у нас все детали готовы можем собирать итак для сборки цветка мне потребуется две части чаши листиков две части цветка одна серединка и количество листиков каждый решает сам у меня три дальше флор лента и стебелек это просто проволока оцинкованная три миллиметра и ножницы больше ничего я опускаю в серединку вот этой части серединку цветка прикручиваю к ней эту часть затем прикручиваю эту часть затем снизу подставляю чашелистики цветок готов его прикручиваю к стебельку флор ленты и добавляю три листика все очень легко и просто приступим отлично так так вот 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 Когда я собираю цветок, я смотрю, чтобы все проволочки попадали в те же самые витки. Просто проволок много, и так конструкция толстенькая получается. Поэтому таким образом можно всю эту толщину более-менее скрутить. А когда вы будете то туда проволоку крутить, то сюда, у вас все это, во-первых, будет хлюпенькое, во-вторых, будет очень толстое. Плюс еще проволока некрасиво будет. Вот и все. Могу сказать, что таким образом цветок собирается очень плотно, ничто нигде не болтается, не хочет упасть. В общем, все держится именно так, как я люблю. Лепестки вы можете выровнять вниз, либо оставить их плоско. В общем, как вы захотите, как вам понравится. Я попробую заснять эти цветы на солнце. Их, конечно, немного, только три, но все равно больше у меня пока не хватает времени. Я хочу их просто показать в преддневном свете, потому что тут это все не так красиво, как днем, когда на них смотришь. На этом все. Надеюсь, это видео вам понравилось. Если да, пальчик вверх. Это ничего не изменит, но просто поднимет мне настроение. На этом все. Пока-пока.